У меня оружие не было, но там особенно для гигиены. Мы приехали за 10 км от линии размежувания. Командиров и близко нет, ни комбата, ни замполита, ни где никаких командиров нет. Мы спросим, где они, мужики говорят, что они за 40 км от линии размежувания. То какая это война, Олег? Командир должен быть своим подразделом. Я отдаю, кто прямо в руки костюмы, приезжаю. Володя, а вы привезли из Италии что-то? Нет, из Белии. Ну, нет значения. А куда? Луганск, Донецк? Куда там? Ну, туда, короче, там получается, что, ой, я не помню батальонный номер. Ну, там, короче, Киевяне, наши хлопцы житомирские. Да там нет значения, где это. Я маю на увазе область. Какая? Луганская, Донецкая, там все это. Там же везде части. Короче, туда район Кураково. Ага. Все, мы приехали в район Кураково. Ну, хорошо. Но в любом случае, какой-то сержантский состав будет. Бегает занюханный один сержант. С телефоном рядом уха хлопцам звонить нельзя. А этот телефон от уха не забирают. А вы привезли что им? Гуманитар какой-то? Ну, короче, как тебе сказать. Мы договорились в Бельгии на складах НАТО. Там шло обновление. И мы загрузили четыре хури форму. Обувь, костюмы, буфлати. Ну, короче, вот таке. Четыре хури. Мы договорились, а мы забрали. Привезли. В общем, хлопцы поехали на Чернигово, на Харково. А я решил поехать туда, на Донеччину. Это когда ты ходишь, Володь? Я тебе сейчас скажу, как месяц назад. Тогда Петрович в место меня выходил. Там было, что они в место меня делали. Ну, то я знаю, там я уже ваш график не пишу. Ви там с собой меняетесь, я уже по факту. Да, мы знаем, что до чего-то и все. Ну, короче, то я приехал туда. Роздали. Приезжаем. Вы что без моего ведома оце тут хозяйнуете? А я говорю, почекай, как я буду ждать твоего ведома, то моя машина попадет под оптимом. Бо ее очень далеко видно. Мне нужно по-быстрому хлопцям отдать то, что кому нужно, и уехать отсюда. А то, что ты сидишь хуй знает где. Это твои проблемы. Ты должен быть здесь, а ты сидишь там. Ну и короче, я на обратном пути, ну документы там подписывал и все. Потому что приезжаем, заезжаю в Министерство, Генштаб, там свои люди, и рассказываю это. А они говорят в Генштабе, а что мы можем сделать? А я подивился, говорю, выберите, хлопцы. То говорю, нахуя нужен этот Генштаб и оце Министерство обороны для них. В лоб им прямо так и сказал. То сейчас уже не звонят и не говорят, и короче, обиделись на них. А обиделись на то, что ты привез без их ведома, или как? За то, что я им сказал в глаза, что нахуй нужен такой Генеральный штаб и такое Министерство обороны, что такой бардак творится на передовой, блядь. Что они должны контролировать. А они ни хуя никто ничего не контролируют. Они только бумажки пишут и все. Вот такое.